Современный океан является пристанищем для множества невероятных существ, о многих из которых мы не имеем ни малейшего представления. Никогда не знаю, что кроется там, в темных холодных глубинах. Однако ни одно из них не сравнится с древними монстрами, господствовавшими в Мировом океане миллионы лет назад. В этом видео я расскажу вам о ящерах, плотоядных рыбах и хищных китах, терроризировавших морских обитателей в доисторические времена. А ты не забудь подписаться и прожать колокольчик. Мегалодон Возможно, самое известное существо из этого видео. Однако сложно представить, что акула размером со школьный автобус действительно когда-то существовала на самом деле. В наше время существует множество различных научных фильмов и передачах об этих удивительных монстрах. Вопреки расхожему мнению, мегалодоны не жили в одно время с динозаврами. Они господствовали в морях от 25 до полутора миллионов лет. А это значит, что они разминулись с последним динозавром на 40 миллионов лет. Кроме того, это значит, что первые люди застали этих морских чудовищ живыми. Возможно, таким образом природа защитила современное человечество от этих ужасных хищников. Леоплевродон Если бы в фильме «Парк Юрского периода» была сцена с водой, которая включала бы в себя несколько морских чудовищ того времени, Леоплевродон обязательно появился бы в ней. Несмотря на то, что ученые спорят насчет реальной длины этого животного, некоторые утверждают, что она доходила до 15 метров, большинство из них сходится во мнении, что она составляла около 6 метров, причем пятую часть длины занимала заостренная голова Леоплевродона. Многие думают, что 6 метров – это не так уж и много, однако самый маленький представитель этих чудовищ способен проглотить взрослого человека. Ученые воссоздали модель плавников Леоплевродона и протестировали их. В ходе исследований они выяснили, что эти доисторические животные были не такими быстрыми, однако проворности им было не занимать. Они также были способны совершать короткие, быстрые и резкие атаки, подобные тем, которые совершают современные крокодилы, что делает их еще более устрашающими. Несмотря на название и внешний вид, они не являются рептилиями, как это может показаться на первый взгляд. На самом деле, это самые настоящие киты, причем не самые устрашающие в этом видео. Базилозавры были хищными предками современных китов и их длина составляла от 15 до 25 метров. Он описывается как кит, чем-то напоминающий змею из-за своей длины и способности извиваться. Трудно представить, что плавая в океане можно было наткнуться на огромное существо, похожее на змею, кита и крокодила одновременно длиной 20 метров. Страх океана закрепился бы за вами надолго. Неудивительно, что слова «морской скорпион» вызывают только негативные эмоции, однако этот представитель списка был наиболее жутким из них. Эколоптеро ренинана — это особый вид рака скорпионов, который был самым крупным и устрашающим членистоногим того времени — два с половиной метра чистого когтистого ужаса под панцирем. Многие из нас панически боятся небольших муравьев или крупных пауков, однако представьте весь спектр страха испытуемого человека, которому не посчастливилось бы встретить это морское чудовище. С другой стороны, эти жуткие существа вымерли еще до события, которое убило всех динозавров и 90% жизни на Земле. Выжили лишь некоторые виды крабов, которые не так страшны. Нет никаких доказательств, что древние морские скорпионы были ядовитыми, однако исходя из строения их хвоста можно сделать вывод, что, возможно, это действительно было так. Но давайте на минуточку перенесемся из колоссального аквариума в более привычный нашему времени, а именно к ютуб-каналу одного из известных сайтов, посвященных миру аквариумных рыбок fanfishka.ru. С недавнего времени фанфишевцы стали визуализировать прекрасный мир аквариумных рыбок, и весьма круто. Так что если вы подумываете завести неприхотливых рыбок или вообще, скажем, стать крутым акваскепером и дизайнером подводных садов, ютуб-канал «Фанфишка» поможет вам в этом. Ссылку на канал найдете под видео, а мы продолжаем. Дун Клеастей был шестиметровым хищным чудищем, хотя некоторые источники, такие как SVP, указывают на то, что отдельные экземпляры могли быть несколько больше. Огромные акулы жили значительно дольше дун Клеастеев, однако это не значило, что они были лучшими хищниками. Вместо зубов у дун Клеастеев были костистые наросты, как у некоторых видов современных черепах. Учеными было подсчитано, что сила их укуса равнялась 600-700 кг на квадратный сантиметр, что намного меньше, чем у крокодила с тираннозавром, хотя было ошибочно принято обратное. Основываясь на фактах об их челюстной мускулатуре, многие ученые сделали вывод, что дун Клеастей мог открыть пасть за одну пятидесятую долю секунды, поглощая все на своем пути. По мере взросления рыбы, единая костистая зубная пластина сменялась на сегментированную, что позволяло легче добывать пищу и прокусывать толстые панцири других рыб. В гонке вооружений, называемой доисторическим океаном, дун Клеастей был самым настоящим, хорошо бронированным тяжелым танком. Кронозавр — это еще один короткоший ящер, внешне похожий на Леопреврозавра. Что примечательно, его подлинная длина также известна лишь приблизительно. Считается, что она доходила до десяти метров, а зубы его достигали до тридцати сантиметров в длину. Именно поэтому он был назван в честь Кроноса короля древнегреческих титанов. А теперь угадайте, где это чудище обитало? Если ваше предположение было связано с Австралией, то вы абсолютно правы. Голова кронозавра была около двух с половиной метров длиной, и он был способен проглотить целого взрослого человека. Кроме того, после этого внутри животного оставалось место еще для одной половины. Также, в связи с тем, что ласты кронозавров были схожи по строению с ластами черепахи, ученые делали вывод об их очень дальнем родстве и предполагали, что кронозавры также выбирались на сушу, чтобы отложить яйца. В любом случае, мы можем быть уверены в том, что гнезда этих морских монстров точно никто не осмеливался разорять. У этой акулы длиной в четыре с половиной метра нижняя челюсть была своеобразным завитком, усыпанным зубами. Она была похожа на гибрид акулы с циркулярной пилой. А всем известно, что когда опасные электроинструменты становятся частью хищника, который находится на вершине пищевой цепи, весь мир трепещет. Зубы геликоприона были зазубрены, что явно указывает на плотоядность этого морского чудовища. Однако ученым до сих пор доподлинно неизвестно была ли челюсть так выдвинута вперед, как на фото, или же немного задвинута вглубь рта. Эти существа пережили массовое триасовое вымирание, что могло указывать на их высокий интеллект. Однако причиной также могло послужить их проживание в глубоком море. Ранее в этом видео уже шла речь о хищных китах. Левиафан Мелвилла — самый устрашающий из них. Представьте себе огромного гибрида косатки и кашалота. Это чудовище было не просто плотоядным, оно убивало и ело других китов. Их длина иногда доходила до 37 сантиметров. Они жили в тех же океанах в то же время и питались той же пищей, что и мегалодоны, таким образом конкурируя с самой крупной хищной акулой того времени. Их огромная голова была оснащена теми же приспособлениями для эхолота, что и у современных китов, что делало их охоту более успешной в мутной воде. Если кому-то это было неясно, с самого начала это животное было названо в честь Левиафана — гигантского морского монстра из Библии и Германа Мелвилла, написавшего знаменитого Моби Дика. Будь Моби Дик одним из левиафанов, он бы непременно съел пикот со всей его командой. Даказавр Следы существования даказавров впервые были найдены в Германии. Эти хищные существа, напоминающие гибрид рептилии и рыбы, господствовали в океане во времена Юрского периода. Их останки обнаруживались на огромной территории — от России до Англии и Аргентины. Хотя это морское чудовище и сравнивают с современными крокодилами, его длина составляла в среднем около пяти метров. Его огромные и уникальные зубы привели ученых к выводу о том, что даказавры были на вершине пищевой цепи в свое время. Несмотря на то, что длина тела нотазавров составляла всего четыре метра, они были агрессивными охотниками. Их рот был полон острых зубов, и они питались в основном рыбой и кальмарами. Считалось, что нотазавры были самыми настоящими экспертами по засадам, и их тела были идеальны для того, чтобы подкрасться жертве и застать ее врасплох. Принято считать, что нотазавры неразрывно связаны с плеозаврами — еще одним родом морских хищников. Найденные останки свидетельствуют о том, что они жили в триасовом периоде более двухсот миллионов лет тому назад. До нашего времени, к счастью для многих, и к сожалению для тех, кто хотел собственными глазами лицезреть этих существ, они не дожили. Благодаря этому мы можем лишь только заниматься исследованием останков и представлять свои бурные фантазии, а как это было на самом деле. С вами был канал Животный Мир, про подписку и лайк не забывай, пока.